Взяли квадрат и на его сторонах отложили отрезки равной длины. Вот это все один и тот же отрезок. Задача. Докажите, что фигура – это тоже квадрат. На сторонах квадрата АВЦД от вершин АВЦД по часовой стрелке отложены равные отрезки. Докажите, что полученные точки являются вершинами квадрата. Это совсем просто. Не надо, а для начала я докажу. У них у всех действительно есть угол квадрата, то есть прямой угол. Ко условию задачи, да. Эти отрезки тоже работают. Ну, потому что мы из стороны квадрата вычитаем одно и дужное счет. Значит, по какому признаку они конкретные? Две стороны и угол вверх. Совершенно верно. По двум сторонам и угол вверх. Да. Да. Эти отрезки тоже работают. Осталось сказать, что это то, что они другим умолят. Да. Это почему? Так как это только правило этому и ради этому. Да. Совершенно верно. Эти отрезки тоже работают. Да. Ну, потому что у треугольного треугольника сумма двух острых углов это всегда сумма величины двух острых углов. Спасибо. Все-все-все. Вы все сделали абсолютно верно. В обратном кустом. Представьте себе, что мы знаем, что вот эта вот фунтирная фигура, этот четырехугольник квадрат. И внешний тоже квадрат. То есть условие такое, один квадрат вписан в другой. Докажите, что это на самом деле картинка из предыдущей задачи. То есть, что вот те самые отрезки обязательно равны. Значит, итак, дано, что квадрат вписан в квадрат, докажите равенство вот этих вот отрезков. Совсем просто. Так же, как предыдущая задача, уже легко. Но, тем не менее, давайте решим. В общем, это разумная вполне проблема, что это не доказательство. Потому что смотрите, что вы говорите. не может быть, чтобы расстояния были разные. То есть, ваше, ну что сказать, жизненный опыт, ваше зрение, ваше представление о мире подсказывает, что они обязательно равны. Но у нас ведь и вся цель такого типа утверждения научиться строго доказывать. да, действительно, они не могут для меня. Но это надо уметь обосновывать. Два квадрата. Первый блок. Да. Нам нужно доказать, что вот эти отрезки соседств стороны равны. Да. И ведь, если отрезки вверх квадрата больше, его ведь, как у тебя, квадрата все стороны равны. Реально? Да. Так вот, где-то по этой стороне происходят точки отрезки в основании с меньшей квадратой. Да. Так вот, а теперь мы, не обращая внимания на вот эти картинки в форме, допустим, только к нижней обращаемся. У нас просто прямая, но какая-то точка. на определенные стороны равны. Вы поняли, что у вас нет решения? Понимаете? Вы пытаетесь меня убедить, но при этом не ссылаетесь четко на какие-то геометические факты. Мой жизненный опыт утверждает, что так действительно будет. Я не против. По сути, вы это говорите. Вы не ссылаетесь четко ни на какие геометические теории, на все. Вы просто догонитесь, что вы дослушали ее? А папа до конца не дослушали. Ну хорошо, давайте еще раз попытаемся, но тогда, извините, я буду играть жестко. Я остановлю вас в первый же момент, когда вы скажете бессмысленность. Поехали с самого начала. У нас есть два квадрата. Два квадрата. Дальше. Две другого. Да. Как на этом вот принципе? Да. Нам надо показать. Это я знаю, что надо показать. Это показатель. Так вот. Мы из начала просто представляем себе эту вот сторону. Что такое представляем себе? Мы снимаем. Воображаем. Замечательно. Что мы там воображаем. Никого вообще не интересует. Дальше. Вот. Этому. На какой-то прибыл. Да. Стоит точка. 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 Так. Стоит. Верно? Что? От этой. Что? Какой-то одно обличение. Велозу? Верно? Ну это, так сказать, философское издевление. Ну да, как любое философское извление, оно вверх и дальше, потому что при содержании. Дальше. А теперь, здесь, ну тут, вверх, тоже натальничные отрезки, тоже где-то отравленные отрезки. Да. Когда начнется доказательство? Замечательно, пока вы не принесли ни одного содержательного утверждения. Мы знаем, что от вас требуется. Когда будет утверждение? Дальше. 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 От прочего отрезали, в том же объединении, где угольчик. Отрезали. Когда вы начнете решать дальше. Так, можно вот часами стоять там, вспоминать, что нам нужно доказать, вспоминать условия, когда начнется решение. Ура! Первое утверждение произнесено, что у внутреннего квадрата стороны равны. Поэтому у всех четырех треугольников гипотенузы равны. Отлично. Это действительно утверждение. Дальше. Так вот. Мы знаем. Мы прямые. Конечно. Потому что у внешнего квадрата углы прямые, значит, у каждого треугольника есть прямой угол. Да. Заметьте, отличие от предыдущего, это некоторое точное утверждение. Действительно, у каждого из этих треугольников есть прямой угол. И действительно, напротив, это потому что внешний четыреугольник квадрат. И действительно, напротив этого прямого угла на и та же сторона. Это потому что у внутреннего четыреугольника все стороны равны. Да. Это уже утверждение. Дальше. Значит. По гипотенузе прямоугольные треугольники не обязательно. Вы можете взять, отрезать некоторые длины, но под разными углами его проводить. Смотрите. Вот у вас нет такой отрезок. Вы можете чуть-чуть сместить и нарисовать отрезок, как можно длины. Или вот так вот чуть-чуть. Поэтому неправда, что по гипотенузе прямоугольный треугольник однозначно определяется. Вот по двум кафетам – да, однозначно. А по гипотенузе – нет. Понимаете? Понимаете проблему? Не совсем. Ну как не совсем? Возьмите, пожалуйста, палкой. Ставьте палкой. И вы ее можете разосом прислоднить к стенку. Треугольники при этом будут разные. Треугольные отрезки будут разные. Вы знаете только то, что здесь прямой угол, а здесь некая отрезка. Но вы не знаете, под каким углом. Поэтому вы не можете сказать, что вот этим отрезком прямоугольный треугольник однозначно определен. У кого есть решение, господа? Да. Дополнение до угла альфа давайте обозначать бета. Хорошо? Итак, нет, нельзя писать… Так, давайте давайте сделаем так. Здесь написать альфа. Давайте возьмем одна альфа. Давайте все знакомим до начала. А после этого будете все заполнять. Итак, какой угол вы обозначаете буквы альфа? Вот это, отлично. Альфа не штучка. Альфа пишется вот так. Альфа, дальше. Это дополнение до 90 градусов. Согласен. Дальше. Здесь похожа альфа. Так как 90 градусов это было альфа, это было бета. Да. Здесь тоже 90 градусов. Да, конечно. Дальше. Как бы сказали, альфа плюс бета будет 90 градусов. Здесь там будет 90 градусов, но здесь будет 90 градусов. Да. Здесь 90 градусов. Да. Ну да. Здесь 90 градусов. Бета, это не б большое. Это эсцет. Немецкий. Бета пишет, как я ножка длиннее. Он просто начал с одного узла, другой угол того же треугольника обозначил буквой β и после этого прошелся подряд. Увидели? Прошелся подряд и проставил эти буквы α и β. Давайте я еще раз повторю. α и β это углы вот этого вот, верхнего левого треугольника. Вот это α и β обозначили. Значит сумма этих величин 90 градусов, потому что треугольник треугольник всегда так. Но если здесь 180, а здесь 90, значит сумма этих 90, значит это то же самое. Дальше идем, значит идти β, опять чтобы сумма была здесь α, опять β это α. И получилось, что эти четыре треугольника конкурентны по тому самому признаку, по стороне и двум прилежащим аном. Отлично. 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 Продолжение следует...